Студенты Тюменского госуниверситета отметили Татьянин день. Но знают ли они историю этого праздника? Я знаю то, что Елизавета II, она открыла первый московский университет, и поэтому появился день студента. Я думаю, что жила-была одна Татьяна, насколько я помню. Она была студенткой первого университета в Праге. И она умерла в этот день. Вот поэтому в честь нее назван этот день. Так как она обладала большим равенем к знаниям, этот день сделали днем студент. Так звали, по-моему, мать Шувалова, которая основала Московский госуниверситет 25 января 1755 года. Великомучественная Татьяне поставили храм где-то в этом же здании, поэтому Татьяне. Именно с этого, казалось бы, несложного вопроса началась викторина. Татьянин день 2014, приуроченная ко дню студента. Когда на сайте Тюмгу я увидела новость о начале викторины Татьянин день 2014, я просто не смогла пройти мимо и решила принять участие. Тем более, что вопросы, которые я увидела, меня заинтересовали. Что самое интересное, они совпадали с теми вопросами, которые я раньше задавала себе об истории Тюмени. И поэтому я решила все-таки найти ответы на них и совместить приятное с полезным. Участвовать могли не только студенты, преподаватели, выпускники Тюмгу, но и все желающие. Например, ответы прислал даже студент Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Ломоносова. Интернет позволяет очень многое, потому что не обязательно очно даже принимать участие, скажем так. Можно ответы на вопросы прислать не по электронной почте, и этого достаточно будет. Вот другой вопрос, как ответит человек, ответит ли он, насколько он грамотно ответит, скажем, насколько он полно ответит. Вопросы непростые. Большинство из них связано с Тюменью, Кеменским госуниверситетом и Днем студента. Чтобы ответить на них, участникам пришлось покопаться в подшивках старых газет, полистать книги, открыть несколько десятков сайтов в интернете. Участь на физике я очень мало соприкасаюсь с какой-то историей, с историей университета, с историей города. И это такая хорошая возможность узнать что-то новое для себя. Да и побороться было за что. Призеры получили ценные подарки, а победителю вручили электронную книгу. Я приглашаю сюда для получения этого замечательного приза и диплома победителя, Академия Катяна-Медицинской школы, Масеева Павлина Андреевна. Второй частью интеллектуального марафона стала игра «Университетские династии». Ее участниками стали школьники, студенты, преподаватели и выпускники Тюмгу. Игра состояла из двух раундов. Что, где, когда и мультиигра. Вопросы на эрудицию, на логику. При этом они не на специальные, не на особые знания, а позволяют, то есть даже простые базовые школьные знания позволяют найти решение, найти ответ на каждый из поставленных вопросов. Свой уровень знаний показала 21 команда. Это более 120 интеллектуалов, которые предварительно подали заявки на участие. Меня всегда вот такие вот мероприятия очень сильно привлечали. Появился повод собрать дружную компанию на интересные мероприятия и вместе отметить такой замечательный день. Традиционный день студентов Тюмгу прошел под эгидой эрудиции и интеллекта. На следующий год можно будет вновь блеснуть накопленными знаниями и получить новые. Анастасия Сухова, Николай Телдаев, Алексей Мойсов для Евразион ТВ.